Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казанцева. Продолжается рождественский пост, во время которого православные христиане идут вместе со всей церковью по дороге к Вифлеему. Постом и молитвой подготавливают верующие люди свою душу к встрече с Богом, который более двух тысяч лет назад пришел на землю, чтобы спасти погибающий род человеческий. Сорок дней продолжается этот путь. И вместе со взрослыми нередко его проходят дети, для которых издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный странник» и детский писатель Анна Сопрыкина подготовили интерактивный календарь на рождественский пост. Что он из себя представляет, расскажем далее в нашей программе. Этот интерактивный настенный календарь — наглядный путь к Рождеству Христову для всей семьи. Шаг за шагом, интересно и доступно, родители с детьми пройдут 40 дней рождественского поста и узнают, чем заняться с детьми, как создать дома рождественское настроение, какие праздники встречаются на пути к Рождеству Христову, о сочельнике и богослужениях. Автор календаря — педагог и мама семерых детей Анна Сопрыкина. Акварельные рисунки созданы художницей Елизаветой Цымбаревич. Издание подойдет для малышей, подростков и взрослых, для семьи и воскресной школы. Как рассказывает автор, календарь ожидания Рождества Христова — тема не новая. Когда-то в далеком XIX веке, в далекой Германии, этот календарь придумали для того, чтобы помочь детям подготовиться к встрече Рождества Христова. Исходно он представлял собой обычную доску или даже стену в доме, на которой мелом рисовали палочки и каждый день стирали по одной. Накануне праздника стирали последнюю. А в начале XX века стартовало фабричное производство календарей, в которых были дверцы. С начала поста каждый день ребенок открывал такую дверцу и прочитывал фрагмент из Священного Писания. А позже за этими дверцами стали размещать сладости. Однажды Анна Сопрыкина задумалась, а как использовать эти идеи для православного семейного ожидания Рождества Христова? Каким может быть этот календарь? Об этом автор размышляла сама в одиночестве и вместе со своими детьми. Здесь, говорит Анна, важны следующие моменты. Во-первых, сделать нечто, что будет отсчитывать дни до праздника. Во-вторых, это нечто должно, конечно, соотноситься с нашим православным рождественским постом. В-третьих, нужно, чтобы это было именно про Рождество Христово, а не про зимние праздники в целом. Конечно, нарядным и праздничным это нечто быть тоже обязано. Ко всем важным идейным задачам добавлялась еще одна. Сделать и красиво, и совсем недорого. Так постепенно вызревала идея календаря, который сегодня представлен на нашей книжной полке. Так как рождественский пост — это подготовка к празднику Рождества Христова, значит, самое время узнать или вспомнить именно это евангельское событие. Вообще, в эти дни, впрочем, как и во все другие, надо помнить о Боге, обращаться к Нему в молитве, просить помощи и благословения, благодарить, приходить в Дом Божий на богослужение. И при этом подготовка к Рождеству, конечно же, заключается и в том, чтобы все эти предрождественские дни дарить друг другу радость, делать жизнь всей семьи уютной, нарядной. В общем, как говорит автор, одна из задач рождественского поста в семье — привести в свой дом самый настоящий праздник, потихоньку приводить его с первых же дней поста, с первых снежинок, с первых аккордов рождественских песен и слов рождественских ирмосов. И этот православный календарь включил в себя это все и сразу. Исходя из того, что рождественский пост — это путь, то есть дорожка, а цель — Рождество Христово, автор решила, что календарь должен представлять собой плакат, на котором изображена петляющая тропинка. В конце пути должен быть рождественский вертеп, чтобы наглядно показать, куда и зачем мы идем. При этом тропинка должна состоять из 40 сегментов, 40 шагов на пути к празднику. Как только придумался этот образ, рассказывает Анна, все сразу же встало на свои места. Эта тропинка — не просто последовательность чисел, а, собственно, даты рождественского поста от 28 ноября до 7 января. В этот промежуток вписываются другие церковные праздники и дни памяти святых. В первый день поста странник, путешественник или паломник подобно волхву, отправляется в путь к пещере Рождества. Уже через несколько дней в канун праздника введения во храм Пресвятой Богородицы дорожка заведет странника, а заодно и нас, в храм. И потом по всему рождественскому пути выделены даты — дни памяти святого благоверного князя Александра Невского, великомученицы Екатерины, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая и многих других святых. Так дети не просто ждут, когда же пройдут эти бесконечные 40 дней, а видят эти особенные вехи на пути к празднику. И длительный период ожидания разбивается на несколько коротких отрезков. Но для тех, кому мало, просто повесить. В первую очередь для малышей это все-таки еще и набор для творчества. В упаковке вместе с плакатом стикеры — больше 100 штук. С помощью этих наклеек можно выделить особенные памятные дни рождественского поста, оживить плакат, сделать его своим. С помощью стикеров можно отсчитывать оставшиеся до Рождества дни, предложить ребенку каждый день поста приклеивать специальную наклейку к дорожке Рождества. Если в семье несколько малышей, конечно, все захотят что-то приклеивать. Для таких случаев в наборе есть много дополнительных стикеров — снежинок, звездочек. Их можно приклеивать куда угодно. На синее небо, на голубой снег. Чтобы показать, как устроен рождественский пост, к набору прилагается небольшая книжка. Здесь рассказ о Рождестве Христовом с иллюстрациями, сделанными по иконам. Здесь и короткие рассказы о тех самых святых, дни памяти которых выделены в календаре. И про сочельник, и про богослужение в рождественскую ночь. Автор говорит, что эти тексты помогут подготовить детей к встрече праздника, увидеть и понять, зачем вообще все это нужно, какой в этом смысл и насколько это важно и интересно. Но, конечно, в книжке собрано не только духовно-нравственное, но также много всего вкусного и просто красивого. Один из разделов этой книжки так и называется «Рецепты рождественского настроения». Чтобы создать это настроение, в книге даны пошаговые иллюстрированные инструкции. Как сделать звезду на палке для христославов или простой вертеп? Последняя часть этой книги-сопровождение — еще один интерактив. 40 идей заданий, показывающих, что еще интересного спрятано в настенном плакате-календаре и показывающих, как можно всей семьей подготовиться к Рождеству. Наш календарь, говорит Анна Сопрыкина, с этими яркими звездами на ночном небе, с добрыми ангелами, веселыми белочками, зеленым иродом, обреченной смертью и такими счастливыми пастухами, все эти рецепты, инструкции, рассказы — все это всего лишь поможет создать дома атмосферу праздника. Всего лишь подскажет, чем заняться вместе с детьми, как сделать ожидание праздника интересным и для малышей, и для взрослых. Автор надеется, что календарь поможет во всей этой подготовке не забыть о самом главном — о том, что новорожденный младенец пришел на Землю, чтобы спасти каждого из нас от греха и смерти, привести нас самих и наших детей в свое небесное царство. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин